Всем привет! Хотел бы сегодня рассказать про аниме Сен Ко Тян или 800 летняя жена или 800 лет с хвостиком. Понимаю, что это аниме уже вышло в прошлом году и я немножечко, так сказать, запоздал. Но, как я его досмотрел и хочу поделиться своим мнением о нем. Итак, приступим. Сюжет аниме. Есть три, короче, лисицы-богини, которые там борются с какой-то непонятной тучкой у какого-то пацана. Эта тучка постоянно с ним летает. Типа плохое настроение или что это, хрен его знает. Короче, отправляется на землю к этому пацану. Это первая лисица, короче. Она окружает его заботой, вниманием, всячески ему по дому помогает. К соседке она представляется как его жена. И как раз первая лисица это Сен Ко Тян. Ей 800 лет, она всячески за ним там ухаживает, как за ребенком. Короче, он ее там тискает за хвост, за уши, ну и так далее. Но по ходу сюжета она не справляется. Типа эту тучку она не может полностью убрать. Поэтому с небес ей отправляют на помощь еще одну лисицу, которая, по моему мнению, более нахальная, более такая напористая. Она как раз-таки вторая лисица, не помню ее имени. Но она селится у соседки. Соседка она типичная девушка мангака, которая фанатеет от манги, пишет свою мангу и так далее. В принципе, довольно-таки неплохой такой сюжетик. Но полно фансерфиса. Всяких, кстати, все эти лисички, это они все лольки там, плоскодонки, ну и так далее, короче. Фансерфиса в этом аниме целый вагон и маленькая тележка. Если вы любитель такого жанра аниме, то смотрите, точно не пожалеете. Но для меня это как-то не очень. Я, в принципе, заинтересовался просмотром данного аниме чисто потому, что я вконтакте нахожу кимимасы с Сен-Котианом. Вот, в принципе, по какому поводу я, в принципе, и начал это аниме смотреть. Подумал, классное. Плюс обзоры какие-то более-менее находил. С сюжетом мы более-менее разобрались. Теперь расскажу про рисовку. Рисовка довольно-таки стандартная для анимешки. Не сказать бы, что она такая супер-пупер хорошая, и не сказать, что она такая супер-пупер плохая. Такая средненькая, вполне приемлемая рисовка. Опенинги и эндинги. Короче, музыка. Она тоже неплохая, она мягкая, она на уши не давит. Ну, приятная. Могу сказать, что музыка довольно-таки неплоха. Хороша, хороша. Сказать, что она средненькая, как-то язык не поворачивается. Концовка аниме. Концовка у этого аниме. Под конец аниме появляется какая-то интрига. Вот зачем создатели этого аниме под конец запихнули какую-то непонятную интригу? Для меня это вообще непонятно. Короче, где-то в начале 11 серии анимешки этой, Сэнко Тян уходит из дома. Короче, этот пацан приходит домой и типа, а где Сэнко? Типа, у него опять все херово, туча разрослась до невиданных размеров. И теперь эта туча угрожает ихнему небесному миру, этих лисичек. Поэтому эта Сэнко Тян появляется уже ближе к концу 12 серии. В саду с сакурами. И у них типа гармония. Счастливый конец, короче. Happy End. Плюс она там выпивает саке, она становится пьяная. Она там делает какой-то непонятный купол, чтобы их никто не видел и менты не спалили. Короче, как так. Я забыл, кстати, рассказать, как она попала к этому пацану. Вообще, как он обнаружил эту Сэнко Тян у себя дома? Короче, он пришел домой, этот пацан, и увидел, открывает дверь входную и увидел, что там бабца это стоит. Слизь, короче, с хвостиком, ну и так далее. Он говорит, я ошибся, извините. Закрывает дверь, глядит на номер квартиры и видит, что это его квартира. Такой опять открывает дверь. А и Сэнко Тян говорит, вернулся, типа, дорогой. А он такой, а чё, ну, типа, намекает такой долгий намёк. Чё ты хуль ты делаешь, блядь, в моей квартире, блядь? Я тут тебе еду приготовила. Ну, вот такая вот хрень, короче. Плюс Сэнко Тян может ходить сквозь стены, летать. Естественно, перемещаться в другие миры. Плюс этого пацика с собой утаскать в другие миры. И единственная грудастая баба, которая, в принципе, в данном аниме есть, это главная лисица. Больше, в принципе, других нет. Короче, они там ездили традиционно на море, только в другой мир, где людей нету. Ну, короче, обычно такое более-менее повседневное аниме. Вся интрига начинается только под конец. Зачем её, повторюсь, зачем её пихнули, непонятно. Как-то так. Ну, в принципе, такое повседневным его, конечно, нельзя назвать, но такое спокойное аниме. Такое плюс-минус повседневная жизнь, только у тебя богиня-лисица тут дома тусуется. Вот каждый бы хотел, наверное, парень себе такую же заботливую жену, как Сэнко Тян. Вот вы скажете, почему я называю этого парня, главного героя, парнем? Потому что имена японские хрен выговоришь. Это вообще, это жесть, блин. Я пытался выговаривать, и то с трудом. Я сейчас пытаюсь рассказывать про это аниме без всяких листочков и так далее. Это чисто такой эксперимент, смогу ли я или нет? Как получится? Интересно или говно? Вот как-то так. Могу кое-что ещё рассказать про это аниме. После всех титров в конце есть эпизод маленький, буквально-таки он длится несколько секунд. Типа ты находишься с Сэнко Чан от первого лица. Это довольно-таки очень с одной стороны смущает, а с другой стороны, в принципе, довольно-таки неплохой ход. Типа она тебе там ушки чистит, там ты с ней ходишь по магазинам. Так со всеми лисичками, которые появляются в данном аниме. В принципе, больше тут рассказывать об этом аниме нечего. Я уже всё, что мог, рассказал. Любимые серии из этого аниме это первая и шестая. Серии мне больше всего нравится, когда этот парень приходит домой, и тут неожиданно появляется эта Сэнко Чан. И мне нравится его реакция на вот это всё происходящее. Шестая серия мне нравится из-за того, что там больше рассказывается о соседке, чем она занимается, чем увлекается и так далее. В принципе, на этом всё. Всем пока. Увидимся в следующих видео.